Всем привет! Я Вика Виноградова. Это канал Рецепты для Лентяев. Я для вас сегодня приготовила классные ленивые рецептики из лаваша. Я знаю, что вы это точно любите. Я там сделала и пирог несладкий, и сладенький такой пирожочек. И трубочки очень вкусные такие закусочные. Надеюсь, вам все понравится. Начнем мы с пирога. Он у нас будет мясной такой классный с фаршем. Разбиваем 2 яйца, добавляем примерно столько же по объему молока, солим и перемешиваем. В форму для запекания выкладываем лист лаваша в один слой. Края должны образовывать вот такие бортики. Я брала стандартный лаваш весом в 200 грамм. В итоге примерно половина у меня ушла на форму, а вторую половину я мелко нарезала сразу в яичную смесь. Перемешиваем и пока оставляем в стороне, чтобы лаваш пропитался. Сами в это время берем половинку сладкого перца и нарезаем на небольшие кубики. Если хотите, можно смешать. Например, взять немного сладкого перца и немного остренького, чтобы пирог вышел попикантнее. Либо можно сюда добавить немножко томатов. Еще понадобится 150 грамм сыра. У меня это моцарелла, она очень хорошо плавится. Можно взять в принципе любой полутвердый сыр. Режем его также на небольшие кубики, как мы нарезали и перец. Выкладываем все в миску. Добавляем 400 грамм фарша. У меня это смесь свинины и говядины. Солим, перчим и перемешиваем. Сюда еще можно лучок мелко покрошить, тогда фарш будет еще сочнее и ароматнее. Можно чесночка добавить, можно каких-нибудь специй на свое усмотрение. Возвращаемся к лавашу. На низ выкладываем немного нарезанного лавашика, чтобы дно пирога было потолще. Сверху всю начинку. Подгибаем края и поверх укладываем оставшийся нарезанный лаваш. Он задаст с одной стороны такую верхушку пирогу, а с другой сделает внешний вид интереснее и аппетитнее. Остатками яичной смеси смазываем бока пирога и убираем в духовку минут на 35-40, чтобы фарш полностью приготовился. Вот такой красивый получается пирог. И посмотрите, какой он в разрезе. Сыр расплавился, смешался с фаршем, перец, что придает сочности начинке. Получается очень вкусно. Можно еще поэкспериментировать с начинками и, например, вместо перца взять грибочки, либо взять капусту. Или вообще попробовать какие-то совершенно неожиданные сочетания. Я, например, постоянно пробую что-то новенькое и в плане готовки, и в кафе-ресторанах. Не всегда, правда, гастрономические эксперименты заканчиваются удачно. Благо, у меня в аптечке всегда есть полисорб. Может помочь при отравлениях, кишечных и ротовирусных инфекциях, при диарее. А уж как он спасает от похмелья. В нашей семье очень любят собирать гостей, устраивать посиделки с друзьями. У мужа даже есть уже такая отработанная система. Если намечается вечеринка прям с большой буквы, то стаканчик полисорба до принятия алкоголя, тогда не так быстро пьянеешь. И стакан после вечеринки, тогда на утро ни головной боли, ни плохого самочувствия. Чувствуешь себя прям огурцом-молодцом. Продается полисорб практически в любой аптеке. Стоит не так дорого. При этом расходуется очень экономно. В общем, незаменимая вещь в любой аптечке. Такая же незаменимая, как и следующий рецепт. Это потрясающе быстрые ленивые трубочки, которые можно приготовить и как закуску, и на завтрак. Натираем на мелкой терке 2 вареных яйца. Отправляем их в миску, подсаливаем, добавляем столовую ложку майонеза и выдавливаем зубчик чеснока. Все хорошенько перемешиваем. Этого количества начинки хватит на 4 трубочки. Лист лаваша разрезаем на 4 прямоугольника. Лаваша у меня здесь 100 грамм. Смазываем прямоугольник яичной начинкой. Но не до самого конца, иначе тогда начинка вывалится. А где-то на 2 трети. Выкладываем ломтик ветчины и скручиваем в трубочку. Жарим на хорошо разогретой сковородке в достаточном количестве масла с 4 сторон. Тогда трубочки полностью станут золотистыми, получатся хрустящие снаружи и очень сочные, ароматные внутри. Правда, обязательно попробуйте, приготовьте. Я периодически делаю такие трубочки, там экспериментирую с начинками. Всегда улетают на ура! Это всегда очень-очень вкусно! А еще мне понравился следующий рецептик. Это такой уже будет сладенький вариант. С творожком, с грушей готовится. Естественно, лениво! Но так вкусно! В миску выкладываем 200 грамм творога. Любой жирности у меня он 5%. Добавляем 3 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки меда и перемешиваем. Вместо меда можно просто посыпать сахаром по своему вкусу. Еще понадобится 1 груша. Режем ее небольшими кубиками. Добавляем в творожную начинку и финальный раз перемешиваем. Лист лаваша весом 100 грамм выкладываем к себе широкой стороной. Распределяем начинку. Раскладываем ее примерно на 1 треть от всего листа и сворачиваем все в плотный рулет. Вот такой получается большой рулетик. Его можно прям диагонально положить на противень, чтобы он полностью влез. Либо разрезать пополам, если у вас печка маленькая. Поверхность смазываем яйцом. Отправляем все в духовку на 15 минут, чтобы лаваш подрумянился. Рулету даем остыть и нарезаем на порционные кусочки. Очень сочный получается. Твороженный, сладенький. Хорошее угощение к чаю. Мне вот правда осталось буквально 2 кусочка как раз к чаю еще раз съесть. Очень-очень вкусная штучка. Вот такие рецепты. Если что, на канале еще огромное количество всяких разных идей, что можно приготовить в лавашике. Я вам в описании под видео оставлю ссылки на эти ролики. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели видео. Хорошего вам настроения. Всего самого-самого замечательного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok